Ну, привыкли уже к вторжениям. Уже новость просто о том, что вот-вот Россия нападет, уже приелась. Ну, вы вспомните, она ведь нападает с февраля прошлого года. Скоро год будем отмечать. Как нападаем? По поводу того, что вот-вот, смотрите, скопление российских танков. Причем я обратил внимание на один забавный факт, с чего все началось. Помните, запустили фотографии полигон Погонова. И тогда помню, смотрите, какое скопление российских танков на украинской границе, Воронеже, ни много, ни мало, значит, на полигоне Погонова. Сейчас же на прошлой неделе выходит журнал «Шпигель», где приводят фотографии. Смотрите, на полигоне Погонова не осталось российских танков. Это верный признак грядущего российского вторжения. То есть полный этот полигон, неполный, вывели туда танки, завели. Это значит, вот-вот Россия нападет. Вы где-нибудь в западной прессе видели, что было указано, ну, 100 тысяч российских, а украинских войск сколько? Не-не-не, вы же беседовали с Хербсом, с послом Соединенных Штатов Америки. Он же вам сразу сказал, это другое. Они имеют право, потому что они защищаются. Так извините, это ж не Россия стягивала к западным границам танки на протяжении нескольких лет. Это ж не министр Лавров там в Ирландии сел на российский танк, подъехал к сухопутной границе с Великобританией, да, и помахал им из танка, да. Это же британская министра странных дел, трасс на российской, непосредственно на российской границе, да, на танки. Ну, соответственно, да, не, ну, с той стороны, да, но на российской же границе. И мы постепенно, да, странно было бы, если бы они подтягивают свою бронетехнику, мы не должны реагировать. Конечно, украинские войска стоят непосредственно на российской границе уже несколько лет и стягивают туда войска. И вся эта история год назад началась, что именно в январе-феврале украинские танки поехали на линию соприкосновения, что, заметьте, в отличие от нас, их ограничивают Минское соглашение. Но про это, конечно, западные СМИ не пишут совершенно, абсолютно не пишут. Мало того, они очень часто даже украинские учения выдают в своих газетах, как фотография, смотрите, Россия на границах украинских проводит эти самые учения. Их даже не смущают синие-желтые флаги там и так далее. Да они не разбираются. Ну, конечно, это же не так важно.